В эфире День ТВ и сегодня мы поговорим о проблеме терроризма. В студии Сергей Вячеславович Савельев, профессор, доктор биологических наук. С его точки зрения можно говорить о таком понятии, как мозг террориста, потому что у него есть некие конструктивные особенности, с помощью которых можно вскрыть проблему, а если ее вскрыть, то можно ее, возможно, как-то и решить. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Давайте начнем проведить некий ликбез для нас, для всех, для аудитории. Ну, если говорить о ликбезе, то нужно сказать сначала о принципах работы мозга, очень кратенько. Но смысл такой, что у нас есть так называемые социальные инстинкты, которые мы приобретаем в процессе жизни, воспитания, то есть те, которые не передаются по наследству, потому что мы не можем с генами передать, например, отношение к маме, к родителям, к двоюродному дяде и прочее. А есть вещи, которые наследуются, то есть мы наследуются дыхание, пищеварение, мы там не отслеживаем бутерброд и прочее, прочее. То есть есть врожденные, есть благоприобретенные формы поведения, которые составляют основу нашей жизни. Причем социальные инстинкты, те, которые человек приобретает в процессе жизни, они такие же жесткие и сохраняются на всю жизнь, как и врожденные. И по этой причине наше поведение состоит из какого гибрида, из микса поведенческих. Биосоциология, да? Биосоциология – это выдумки тех, кто ведет себя как обезьяны, а хочет выглядеть человеком. Это такие термины для этого неприемлемы. У нас двойственное сознание, то есть биологическое наследуемое и социальное, благоприобретенное, которое сохраняется так же жестко, как инстинкт. Биосоциологию лучше это не называть. Значит, что получается? Получается следующее, что у нас есть ряд врожденных форм поведения, которые мы не можем толком контролировать. Ну, например, интерес к женщинам, когда мы видим удлиненные ноги, которые свидетельствуют о том, что женщина созрела. Ну, или искусственно созрела, когда залезла на каблуки. Мы видим ее лохматые волосики. Или их имитацию в виде шубы, шкуры наружу. Тоже хорошо видно, что у нее много волос, она хорошо питалась. Значит, это будет замечательная самка, она выкормит детеныша. Это из древности идет, правильно? Это идет от обезьян. И мы от них ничем не отличаемся, поскольку наши, в том числе, половые гормоны вырабатываются в ответ на визуальные, слуховые, обонятельные сигналы. Также точные социальные отношения, они-то настолько же, примерно наполовину, связаны с тем, что мы наследуем многие формы отношений, в том числе и краеугольную, связанную с доминантностью в человеческом сообществе. То есть, доминантность является одним из ключевых моментов, который управляет, в том числе, нашим поведением. А вы можете привести вот такие же примеры, только про доминантность, аналогичная из жизни? Конечно. Человек приходит в казино и начинает играть в казино. Что он пытается сделать? Ну, то, что он пытается сэкономить энергию, украсть чьи-нибудь деньги, это понятно, да? Поэтому жалеть его особенно нечего. А вот то, что, зачем он там приходит, почему так его втягивает, это не обязательно казино, это может быть детская игрушка. Скачки. Ну, скачки, это благородные такие, там все в шляпах, женщины в бриллиантах, а вот когда сидит какой-нибудь подросток с тухлой сосиской во рту, который рубится круглые сутки в какую-нибудь компьютерную игру, это, конечно, более отвратительная картина. Потому что его тут же хочется выключить компьютер, его помыть как следует, накормить чем-нибудь, чтобы прыщи прошли и прочее. То есть и то, и другое и в детской игре в компьютерной, и на скачках, и в казино, где проигрывают состояние. Играют, на самом деле, не люди, играют их инстинкты, играют доминантность, та самая, которая заставляет их, первое, добыть много еды, ну, то есть денег. А второе, это установить доминантность. Крутя рулетку, значит, ставя на красное-черное, они пытаются проявить доминантность. В чем дело? Они хотят показать простым способом то, что они являются доминирующими особами, достойны большого количества самок, денег и прочих преференций. Собственно говоря, терроризм – это то же самое. Глобально, если говорить о терроризме, это что? Это биологическая особенность человеческого мозга, потому что многие миллионы лет того, как мы стали вести социальный образ жизни, и у нас появились лобные области, мы вели достаточно скотский образ. Террористический, да? Ну, как? Естественно, террористический. Если вы зазевались, вас просто ударили по голове и съели с удовольствием. Каннибализм – это в человечестве вообще, особенно на ранних этапах. Ну, то есть примерно 3 миллиона лет из 4,5, мы увлекательно этим занимались. Ну, и сейчас продолжаем местами, так сказать, практиковать это занятие. Но у маньяков это до сих пор появляется. Нет, никакие не маньяки. И есть, существуют культурные традиции, которые мы должны сохранять. И там заключается в том, чтобы надо поймать молодую девушку, переломать ей ручки и ножки, положить ее в свежий ручеек, вымочить недельку, а потом съесть. Это откуда такое? Где это практикуется? Это во многих местах и Африки, и Южной Америки. Вообще, даже дело доходило до того, что, например, поймав пленного какого-нибудь, ну, это в Южной Америке, ему давали жену, он обрабатывал землю, жил, ну, выращивал детей, потом съедали детей, потом съедали его. Это было уже в нашем веке? Ну, это было не так давно. Нет, не в 20 веке. В 20 веке это как-то не популяризирует, хотя явно увлекается. А в 19 веке и к моменту прихода конкистадоров, то есть это была тривиальная повседневная жизнь аборигенов, и, в общем, никто особо не заморачивался. То есть каннибализм, это у нас очень близко. Поэтому мы, конечно, это отвратительно, но, тем не менее, мы видим даже в современное время, как там в какой-нибудь ньянме, какой-нибудь озверелый полпотовец с удовольствием выедает печень своего врага, или примерно такой же дикарь на территории Сирии, там, вырезает сердце своего врага и говорит, обкусает его. Ну, как бы, то же самое делают, в общем-то, и приматы, поэтому разница невелика. А это сидит конструктивно в голове, да? Да, то есть для нас, собственно говоря, любая еда – это еда. Другое дело, что вся история человечества, как мы только начали жить в большими сообществами, не родственникам. Потому что, ну, родственникам как-то есть не принято, хотя тоже практиковалось. Но, тем не менее, мы когда стали жить в большими сообществами, у нас начался отбор. То есть отбор чего? На социальность. Это не некая психологическая абстракция, совершенно конкретная вещь, называется лобные области. То есть наша цель лобных областей – это поддерживать свободный обмен пищи с неродственными областями. Делиться. Делиться. Но это очень сложно делать, потому что ни одно животное делиться едой не хочет, особенно когда ее мало. И поэтому был жесткий и продолжительный искусственный отбор по этому признаку, что просто поддерживать большие социальные системы. Давайте на секундочку остановимся. Я хочу воспроизвести то, что вы сказали. То есть правильно я понимаю, что у тех, у кого больше лобная доля, тот способен лучше контролировать свое звериное, да? Ну, по сути дела, да. То есть лобные области, основная их функция, конечно, не интеллектуальная. Упаси бог. А держать себя в руках, да? То есть быть человеком, то есть делиться пищей с неродственными особями и не съедать задевавшегося соседа. То есть получается, я сразу прошу вас, получается, что если сейчас рождается человек с небольшими лобными областями, а такое, наверное, бывает, да, то он в какой-то степени даже и не виноват? Да вы просто заглянули вглубь вопроса и даже на метр дальше. Хорошо, что не на два. То есть речь идет, вот, собственно говоря, к этому я вел, и очень хорошо, что вы это произнесли. То есть суть-то в чем, что человеческий мозг, как я многократно и выступал, говорил и писал, он очень изменчив. То есть есть разницы колоссальные. У нас по многим областям мозга разница там 20-30, друг между соседними людьми, даже, может быть, родственниками. Там в 40 раз может различаться лобные области. Но есть и качественные различия. У одного одни подобности под поля мозга есть, а у другого человека нет. Просто нет, да? К чему апеллировать тогда? Да, и как договориться, вообще непонятно. То есть мозг очень самоизменчивая структура. То есть у нас больше разницы, чем между разными видами животных. Вы говорите в 20 раз, да? В 40 раз по под полям лобной области есть. То есть в 3-4 раза это уже колоссальная разница. Понимаете, есть между всеми практически. Пример я приведу в вашу поддержку. Если бы у нас рост был таким же изменчивым, то бы у нас ходили люди в 80 метров. И 2 метра. Да, примерно так. Все хорошо, но как бы они спаривались. И вот о том и речь. Получается, это разные виды. Ну, по сути дела, так мало того, что разные по росту. Они бы еще были. У одного было 4 руки, а у другого 2. Или 40. Ну нет. Ну, условно говоря. Нет, просто когда мы говорим о качественных различиях, они все-таки не настолько катастрофичны, но катастрофичны в том смысле, что одного часть мозга, который принимать решение или понимать, есть, а у другого нет. Сергей Вячеславович, ну мы сейчас наступаем на почву крайне неполиткорректных вещей. Ну давайте не будем, как говорится, этого бояться, а назовем корыто корытом. Что же получается? А вы не дослушали. В нашем обществе, в популяции, на самом деле разные виды людей. Ну да. Так получается? Да, конечно. Причем ужас-то в том, что птушкой мы одни и те же. То есть можем спариваться и давать потом. А по мозгу разница даже среди ближайших родственников, что хорошо известно из судов, они очень все разные люди. То есть в этом весь фокус. То есть у нас шла эволюция мозга, и об этом вот будет моя следующая книжка, называется «Церебральный сортинг». По мозгу у нас шла эволюция одна, а по телу другая. По телу мы замерзли несколько, чуть не миллион лет назад, и эволюционировали достаточно однотипно. То есть изменений было мы. А по мозгу происходили те самые события, которые сделали нас людьми. Так вот, вернемся... А кого-то не сделали, получается, из ваших слов. Нет, нельзя отследить семью не сделанных людьми. Нет, я про семью ничего не говорю. Нет, те, кто все время выщепляется. То есть за счет изменчивости мозга. Теперь возвращаемся к терроризму. Да, конечно. Что является его основой? Проблема состоит в том, что изменчивость мозга очень велика. И в каждом поколении, независимо от наследственности, родителей и прочее, появляется 10-15 в каких-то популяциях, в каких-то 2-5% людей, носителей архаичных конструкций мозга. Тех самых, когда друг друга запросто ели. То есть эволюционно они насколько отстают от других людей? Они не отстают, они просто другие. Эволюционно. Нельзя сказать, что дикость отсталая. Вы употребили понятие архаичности. Сейчас объясню. Архаичные конструкции, потому что есть более совершенные, приспособленные для социального образа жизни. Сейчас приведу пример. Нельзя называть архаичным, например, жителей Южной Америки, которые живут в джунглях и не видели ни самолета, ни топора. Нельзя их назвать. Почему? Потому что они очень точно адаптированы к джунглям. Для своей среды. Да. И поэтому немецкие философы, которые очень любили этим развлекаться, абсолютно не правы. Потому что если парочку голых немецких философов 19 века отправить в джунгли, они бы там никакого интеллекта не проявили. А погибли бы. А они же что делали? Они брали, вытаскивали из этих джунглей парочку в Германию и говорили, ну смотри, какие они дикие. То есть такие же, как эти философы, дикие. То есть это несопоставимое, несоизмеримое. То есть это некорректно. То есть такие спекуляции. Такие спекуляции вообще некорректно. Другое дело, что в каждом поколении, в каждой нации, у каждого народа, у каждой расы, здесь никакой разницы нет. Выщепляется от 20, допустим, до 3 примерно процентов людей, которые имеют конструкцию мозга, в упрощенном виде, с меньше развитыми лобными областями, которые могут вести социально опасный образ жизни. Давайте к ним и перейдем. Вот мы к ним и переходим. Это есть террористы, я правильно понимаю? Ну это потенциальный террорист. Да, ну понятно, что потенциальный. Что их останавливало? Ну возьмем, к примеру, наш Кавказ. Что было? Кровная месть, это что такое? Это говорят плохо, сейчас там надо ее прекратить. Но это была система искусственного отбора вот тех самых отщепенцев, которые считали убийство нормой отношений. Кровная месть убил человека, его в ответ убили. Таким образом шел церебральный сортинг по поведению. То есть селекции. Иначе говорят, да. Потому что говорить такими сложными терминами, не все и знают. Проще, давайте. Те, кто слушает мои доклады, знают. А кто не слушает, но хочет послушать его и учить. Придется работать над собой. Ну что ж, хорошо. Ну вот, значит, селекция такая шла. Вот пример кровная месть. Полезная вещь, очень. Потому что сейчас этого меньше стало меньше. Аналогичные отношения были и в Ближней, в Передней Азии, и в Африке. Во многих местах. Да, наверное, и у нас тоже. Ну, у нас тоже. Потому что у нас особенно не заморачивались. Потому что или изгоняли, или уничтожали. А дуэли? Нет или то же самое? Дуэли, да. Да, но дуэли, вы знаете, что вот эти вот псевдоэстетская отрыжка небольшой части сообщества, которая называлась элитой, она, конечно, толку не была. Потому что приведу только один пример. Например, когда Петр Первый попытался ввести в рамках России отбор способных людей в области математики, навигации. Ну, то есть, стали набирать. Но отбирали, конечно, не из крестьян. Это ясно. Отбирали из дворян, как минимум. И пытались учить. Ну, что отсев состояло от 90 до 60%. Они не в состоянии были освоить математики. Почему? Потому что отбора-то по интеллектуальным характеристикам не было. Был отбор почему? По исполнительности. Нет, по верноподдническим чувствам, по исполнительности. По интеллекту-то не велся. Если в Европе там они друг друга уничтожали почти 2000 лет, непрерывно отбирая тех, кто им был нужен. То есть, Европа это такая, какая голубятня, в которой непрерывно шло уничтожение. А тебе зарубка, а не голубятня? Ну, нет, но имеется в виду, что там они сами являются и селекционерами, которые сворачивали голову всем, кто им был. Поэтому отбор был проведен. А когда Петр схватился, то выяснилось, что тут набирают 8 человек. Из них 2 могут освоить арифметику. И это, пожалуйста, это все опубликованные данные. Сейчас они доступны. То есть, что? Предварительный отбор в Европе позволял легко заполнять навигационные школы. А у нас даже в среде людей, достаточно с точки зрения народообразованных, то есть дворян, оказывалось, система отбором-то не пользовалась. Что за отбор у них был в Европе? Какова это была система? Да очень просто. Школа. Представьте себе, маленькая, да не школа, просто маленькая очень территория, гигантское население. И там любой закон доходил до исполнителя мгновенно. Там нет крестьянина, было не вовлеченного в это во все. И там очень жестко, системы были маленькие, вот эти бесконечные наделы по языковому принципу, по княжествам, по странам, которые бесконечно конфликтовали между собой, грабили свое население и устраивали, собственно говоря, интенсивный искусственный отбор. Селекцию, селекцию. А у нас разве такого не было? В России просто разворачивались и уходили. Примерно, пожалуйста, не коньянская проблема, связанная с инфильтрацией на территорию России после присоединения Украины. Огромное количество священнослужителей, которые исповедовали несколько измененное христианство, что привело к расколу и уходу людей. То есть им было куда уйти, на самом деле. Огромная территория и редкость населения спасли нас от жесточайшего церебрального сортинга, который прошла Европа. В результате у нас отбор был меньше, но сами-то мы оказались более изменчивы. И сейчас имеем преимущество полиморфизма. Но вернемся к террористам. Конечно. Значит, террористы – это небольшой процент населения, но который за многотысячелетнюю историю человечества научились отбирать. То есть их истребляли. То есть или их изгоняли, и раньше их съедали, потом вот кровная месть. Там отбирали наиболее агрессивных для военных целей и пускали их в расход. Ланцы нехт. Да. То есть, иначе говоря, находили им разумное какое-то применение. Сейчас этого нет. И чем дольше продолжается так называемая гуманистическая стабилизационная система без вот этого сортинга, тем больше доля людей выживает, оставляет потомство, у которых мозг, к сожалению, содержит признаки вот этого архаичного строения. То есть нет критериев объективного отбора по степени социализации. Никакие психологи, никакие увещевания, никакая пропаганда, никакое воспитание этих людей не изменят. У них конструкционно так устроена нервная система, что они решают свои проблемы старыми, древними, проверенными, но обезьянными способами. И для них абсолютно все равно, во что верить и за что воевать. Вон, посмотрите, куда подевались наши националисты. Они почему-то там стали вдруг неожиданно все сменили веру и оказались на Ближнем Востоке. Причем не на нашей стране, а на противоположной. Потому что им абсолютно все равно, это что, русский национализм или мусульманский экстремизм. То есть, иначе говоря, это не принцип веры, это не принцип невзгляды, не мировоззрение. Это мозг террориста, о чем мы начали? Это мозг, его конструкция биологическая, по своей основе. И если мы будем подходить к этим проблемам с точки зрения социальной, пытаясь этого воспитать, но с тем же успехом можно воспитывать педофилы. Его сажают, он выбегает и опять начинает насиловать детей. То есть, без системы, отработанной человечеством для каждого этноса. А что, простите, у педофилов тоже особый мозг, если уж подняли такую тему? Нет, ну у педофилов это надо разбираться, что там. Дело в том, что я не компетентен, потому что мне, к сожалению, мозги педофилов не попадались, хотя бы я посмотрел с удовольствием. Хорошо, действительно, мы тогда так далеко уйдем. Продолжаем. Ну вот, то есть, получается так, что не отработався и не имея на сегодняшний день систему объективного отбора. Вместо этого у нас развитая гуманистическая система. То есть, у нас нет смертной казни. А вы сторонник? Конечно. Понятно. Ну, нельзя в социальной системе людей, в которых появляются просто монстры, поддерживать их искусственную жизнь. Так или иначе, они будут пытаться размножиться. Они так или иначе перенесут систему своего генома в следующее поколение. И это дорого обойдется. Нам нужно или это контролировать тотально, тогда это церебральный сортинг по тому принципу, который я предлагал, сканирование мозга, оценка способностей и контроль за этим. Или надо тогда это все разделять, иначе это приведет к катастрофе. Еще 3-4 поколения, ну как в Европе в той же самой, 3-4 поколения прошло. Люди оказались неиспользованы по прямому своему назначению. Свои наиболее агрессивные характеристики. Древние конструкции мозга не нашли свое применение. Что начинается, они принимают ислам, они могут принять что угодно. Любую религию, не надо на ислам все валить. И поедут стрелять и убивать там, где это только возможно. А может быть и не поедут, а устроят у себя кровавую баню. Нет, в перспективе Европа, конечно, этим и закончит. Потому что они уже все к этому сделали, осталось немного. И заодно сразу спрошу, так может быть то, что вы говорите, это ключ и к другим социальным катаклизмам? Типа революций, гражданских войн. Ну, по сути дела, я в общем об этом говорил уже, и повторюсь, если это интересно. Собственно говоря, никаких общественно-экономических формаций-то не менялось. То есть никаких социальных революций-то не происходило в том виде, в котором нам представляют. Как конфликт производственных сил, производственных сил. Это конфликт людей с разными мозгами, так? Конечно, это чушь полная. Ну, классический пример это 19 век. Когда понадобились инженеры, вдруг выяснилось, что инженеров нет. И тогда в 19 веке вдруг Европа вспомнила о высшем образовании. Стали развивать не словоблудие, которому наши сейчас призывают греческие и латинские языки учить. Мол, где это расширит интеллект. Да ничего это не расширит. Это создаст хорошую систему имитации образования. Они решили, что развивать математику, физику, точные науки, биологию, то же самое. Для чего нужны были инженеры, которые будут строить железные дороги, пароходы, танки. И оружие, да, конечно. И оружие. В отребованность возникла. Что стали этих людей находить? Хотя, еще раз привожу, еще при Петре это был ужас. Находить и в России много блестящих инженеров было найдено. Их размножать. Им сплатили бешеные зарплаты. Почитайте Гарина Михайловского, студент, инженер. Сколько им платили. Да, статистика есть. Статистика прекрасная есть. Им платили огромные зарплаты. Создавали условия. Ну и чего? За два поколения, когда возник спрос на это людей, они размножились так, что, собственно говоря, устроили революции. Начало 20 века. Это кто делал-то? Это образованные, выращенные внутри системы предыдущие социальные инженеры, образованные люди. И как только достигает 10%, они приходят к власти и меняют правила отбора мозга. Еще раз говорю, не правила каких-то одного, а правила отбора мозга до новой. В том, они выращивают себе смену более интеллектуальную, и те сметают их следующих. Что-то я сомневаюсь, что у нас политики из поколения в поколение все более интеллектуальны. Я скорее вижу в революциях припадки каких-то древних совершенно болезней. Нет, ну смотрите, вот даже в нашей стране революция была. В результате того, что произошло, да, пришли в революции, всегда приходят, ну как бы те самые 10% владельцев архаичного мозга. И мозг Ленина, кстати говоря, здесь пример. У него как раз те самые переходные зоны, которые характеризуют наиболее примитивное строение мозга, у него были максимально во всех исследованиях. Приходят люди именно с архаичным мозгом, то есть террористы по-нашему. Но их быстро очень уничтожают, потому что они выполняют свои функции. Как на Украине сейчас. Помните, мы с вами всего полтора года назад беседовали, говорили, что вот они сейчас возьмут власть, и затем надо будет избавиться от людей вот с этой конструкцией мозга, которая их привела к власти. Как-то я все-таки подозрительно смотрю на наших генеральных секретарей, если выложить их ряд, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Черненко, Андропов. Как-то вот не вижу я здесь зависимости. Да все очень просто. Чтобы они умнее были. Нет, да посмотрите, во-первых, руководитель страны не должен быть умным. Он должен быть умным. Просто вы сказали, что потом приходят более развитые. Ну, нет, это же уровень. Не уровень первых секретарей. А ниже, да, Чуша? Намного ниже. Потому что посмотрите, в каком состоянии была Россия к 2014 или к 2014 году, когда мы продули там японцам анекдотически русско-японскую войну. И что творилось на фронтах. И что произошло всего лишь через 20 лет. Вы посмотрите, что произошло. То есть это была другая страна. И именно благодаря смене системы искусственного отбора, когда плюнули на всю эту интеллигенцию кокаиновую, плюнули на всех этих господ офицеров, морфинистов, и на всю эту навесить мусор. И просто дали доступ к высшему образованию всем, кто может. И выяснилось, что из тех, кто может, из гигантского сортинга можно отобрать талантливых, способных людей. Вопрос, как отбирать и где отбирать. Возвращаемся к теме терроризма. А то мы слишком далеко пойдем. Да. Так вот, значит, с террористами что получается? Раз у нас не работает искусственный отбор, созданный человечеством за свою очень длинную историю, то есть, что, ну, например, на Ближнем Востоке там нашли нефть. Теперь очень богатые люди, которые одержимы всякими провинциальными идеями, типа там халифата, еще чем-то, начинают сливать деньги, давать на медицину, оружие, еду, в конце концов, на размножение, да, огромным популяциям сателлитов. Значит, что происходит? Тут же падает давление искусственного отбора в этих популяциях. Кто произошел? Вот Сирия, Северный Ирак, там, кроме всех объективных причин. Глобальные, биологические. Они накормили эти территории. Там, Северо-Африки. Они дали им еду, дали медицину, дали средства для существования, которые вывели их из чего? Из системы искусственного отбора. То есть, в результате тяжелейших условий жизни их просто в часть уничтожалось, наиболее агрессивно всеми способами. А сейчас нет. Они все стали, когда их накопилось, достаточно. Все это взорвалось. Если человечество при такой изменчивости мозга прекращает традиционные системы искусственного отбора в популяции, для того, чтобы эти популяции сохраняли свою жизнеспособность, то есть, чтобы не заполнялось сверхагрессивными личностями, это приводит, в конце концов, к созданию субстрата для различных террористических мероприятий. Революции, глобальных катастроф, создание террористических мероприятий. И тут уже, дальше кто туда бросит очередную монету, за которую они все побегут, тот и будет этим управлять. Что, собственно, происходит? Весь Север Африки закормленный европейцами и французами, и Ближним Востоком. Наша, Средняя Азия, ждет то же самое абсолютно. И практически сегодняшние территории этого ведения военных действий, это, собственно говоря, плоды бесконтрольного размножения людей без отбора мозга по традиционным характеристикам. Сергей Вячеславович, такой большой, что называется, бэкграунд вы уже выстроили. Хотелось бы от такого общего перейти к нескольким частным, наверное, важным вещам. Что же привлекает конкретно благополучного европейца, или не будем называть имен, российскую девушку, гипотетическую, которая поехала туда, где постреливают, и так далее. Что привлекает благополучных людей в таких вот катастрофах, в таких вот катаклизмах? Ну, во-первых, должна быть предрасположенность, структурная, морфологическая мозга, о которой мы говорили. То есть он должен быть довольно архаичен, это раз. Во-вторых, что делать? Дело в том, что цель любого животного на этой планете – это репродуктивная. То есть возможность размножения, возможность доминантности – это понятно, стать главным бабуином среди всех, и еще доступ к пище. Вот три единства. Теперь смотрим. Если вы носитель архаичной конструкции мозга, что происходит? Вы можете реализоваться, например, в Германии. Да никогда в жизни. Почему? Да потому что у вас зарегулированная система настроек, которая регулирует вам все. от высоты газона перед вашим домом и глубины бассейна, и кончая того, в какой день конкретно вы должны платить налоги. Может он реализоваться? Нет. Как говорят в таких случаях, социальные лифты не работают. Нет, социальные лифты тут ни при чем. Почему? Человек не может подняться. Так бы он поднялся, стал главным бабуином. Нет, никогда он не поднимется. Вот об этом и говорю. Система давления на него состоит в том, что существуют зарегулированные на всех уровнях в том числе и в конечном итоге. Но социальные лифты могут быть разные. И что он видит? Он видит так, что ему предлагают, давай рискни жизнью, но мы включаем в тебя не лифт, а настоящий подъемник гигантский. Космическую ракету. Космическую ракету. Пан или пропал, как говорили всегда. Ну и, конечно, любой примат, особенно молодой и неопытный, он, конечно, предпочтет такую подбрасывать монетку, чем ясно ждать, что там героиня, ничего его не ждет, кроме гарантированной сардельки из ГМО и кружки пива на старости. Ну и зачем это? Он по молодости, лета, по наивности считает, что кружка пива и сарделька – это ерунда. Я-то считаю, что уже с возрастом, что это не ерунда. Они считают, что это ерунда, и они хотят большего, как любое существо на этой планете. И там появляется шанс. А там появляется шанс. Конечно, он приезжает в ту же самую запрещенную у нас организацию. И там ему дают инструмент… Становится командиром батальона и так далее. Ему дают инструмент для осуществления его мечты. Автомат Калашникова. Или из Африки он приезжает. Он ничего, кроме в области точной механики, ни с чем не знаком, кроме тоже автомата Калашникова. Но у него те же мечты инстинктивны и у того, и у другого. И невозможность их никаких шансов для реализации. Ни одного, ни другого. И они берут вот это самое чудо-механики Калашникова и начинают решать свои биологические проблемы. И это привлекательность. И всегда, вы прикиньте, в Европе 500 или 600 миллионов человек. Откиньте оттуда хотя бы 5%. И это можно вести эту войну до бесконечности. Потому что людей, которые видят бесперспективность своей жизни, особенно молодых, у которых есть энергия, есть силы, полно гормонов и очень мало мозгов, потому что социальные инстинкты говорят только о гуманизме. Ему же не показывают обратную сторону медали. Европейская система контроля поведения построена на создании тихих, пассивных, неагрессивных, удобных для собирания налогов идиотов. Давайте называть все своими именами. А молодой человек, если он соображает, еще образован более-менее, или даже кое-как, он же может сложить 2 и 2. Он понимает, что это сплошное надувательство, что это выгодно только ребятам в Роллс-Ройсах и никому больше. Как пирамиды, да, выигрывает тот ее затевает. Да, конечно. И все, и дальше он берет билет в один конец. И это будет бесконечным источником до тех пор, пока будет продолжаться система бесконтрольного, без церебрального сортинга, без включения архаичных систем контроля за поведением, как в, может быть, не очень гуманистически устроенных странах. До тех пор это будет иметь огромную питательную почву. То есть, иначе говоря, мозг террориста – это архаичная конструкция мозга. То есть, та самая, когда мы еще занимались каннибализмом. Молодой возраст и нереализованные возможности, как вы говорите, социальных лифтов. Вот этот конфликт интересов между молодым поколением, не уничтоженного по каким-то социальным причинам, архаичного мозга, и вызывает вот такие странные тенденции. Причем, чем дальше мы будем гуманизировать общество, чем больше мы будем исключать такие, как явления, как кровная месть и прочее. То есть, снижать искусственный отбор, который сложился тысячелетиями, тем хуже нам будет. Потому что мы не можем контролировать каждого человека. И отрицая исторические системы человеческих отношений, человеческого церебрального сортинга или искусственного отбора по поведению, мы закладываем бомбу под наше будущее. Потому что неизбежно при такой изменчивости мозга мы загоним себя в конфликтную или еще хуже военную ситуацию. Фактически у меня возник, скажем так, инструмент, как с этим бороться, из того, что вы рассказываете. А вы уж мне скажите, насколько я правильно понял, что вы к этому вели. То есть, получается, что нам необходимо искусственным образом создать такие системы, такие организации, где бы на благо страны, на благо народа вот эти вот архаичные ухватки, ужимки работали? Может, какой-то добровольческий корпус, да, условно говоря? Но у нас есть масса людей, которые хотят, могут, умеют и будут заниматься это искренне, с большим удовольствием и с огоньком. Ну как бы это выглядело? Ну как, надо создать аналог иностранного легиона. Мы все делаем, как на Западе. Ну давайте сделаем такую хорошую вещь. И куда мы его отправим? А куда надо, туда отправлять. Ну и, соответственно, платить. Классический вариант, посмотрите на американцев. Что они решают проблему церебрального сортинга? Они просто ведут тьму войн, где гибнут люди. Именно архаичные мозги гибнут. Да, ну там есть, конечно, люди, которые пошли, чтобы там заработать себе на учебу, которым там нечем платить за колледж, которые хотят получить социальные преференции по медицине. Это понятно. И такие тоже будут. Ну, бедные люди, которым надо как-то решить проблемы своей жизненной. Я понимаю. Но есть, кроме этого, те, у которых глаза горят. Солдаты удачи. Да, вы посмотрите. Особенно там генералитет. У них глаза горят, как у безумных. Они хотят, а им нравится это все. Они поучаствовали в одной хорошей войне, и тут же еще другую. И таких людей много. Ну зачем? 10% населения хочет таким образом умереть на поле боя. Ну дайте людям возможность, при этом более за хорошие деньги. Перестаньте их от этого отваживать какими-то песнями общественных. А это не сработает, как вы говорите, эти песни. Ну, на сколько денег, это, к сожалению, неизвестно, сколько денег вкладывается в всякие молодежные и общественные организации. Эффективность ноль. Почему? Потому что в этих молодежных организациях идет ковка кадров различных лицемеров, двурушников и мерзавцев, которые имитируют эту деятельность для собственной политической карьеры. Знаете, чьи слова мне напомнили? Слова Воланда, который охарактеризовал человека, встретившегося ему в богемной тусовке Советского Союза. Склочник, подхалим и, как там, клявозник. Да, ну вот они возглавляют какие-то молодежи. Какой будет результат? Но все хотят только так же возглавить чего-нибудь и больше ничего. Потому что никаким результатом нет. Мне ведь деньги, давайте сделаем иностранный регион. Сергей Вячеславович, тут у меня мысль возникла. А ведь получается, что и преступность тоже имеет тот же механизм. Ну, конечно. А преступность-то что? Ну, просто, вы поймите, у вас просто малоопыт. Я вырос довольно в сложной среде в социальном плане. То есть, в среде, во дворах были в основном люди, или собиравшиеся сесть, или уже посидевшие в советские времена. То есть, чисто уголовная среда. Знаете, а я вырос во дворе, в котором все жители этого дома строители. Ну, вот видите, вам повезло. Какие опыты у меня были. И вот эти люди, к сожалению, эти люди, они ни в чем не виноваты. Но их конструкции мозга, они собирались в эти чудовищные старые районы Москвы. И стенка на стенку. Да, и стенка на стенку. Это все тоже было дело. И они собирались и там жили. Потому что это был такой своеобразный отбор. Они тоже ни в чем не виноваты. Это особенность биологических конструкций мозга. Используйте их по делу. Не придумывайте им. Не заставляйте их верить в то, что они верить никогда не будут. Самое интересное, даже сканеры мозга не потребуются. Достаточно дать маяк, они сами прибегут, сами рассортируются. Ну, конечно. Пока у нас нет высокоразвешающих томографов. Но давайте создавать как-то разумные. Но это же то, что творится. Эти общественные молодежные организации. Психологические дурацкие тестирования, которые ничего не дают, кроме ужаса. Это не метод. Это не способ. Кстати, у меня возникла такая идея, которая похожа на фантастический фильм в духе антиутопии. Представьте себе, что у нас есть всякие шоу, в том числе шоу, в котором люди дерутся пластмассовыми мечами. Соответственно, можно сделать турнир на выбивание в буквальном смысле. Показывать в прямом эфире, как люди друг друга, может быть, рубят. Ну, не надо этого делать. Или убивают. За это приз главный. И тогда, получается, все ваши люди, так называемые архаичные, там и туда... Да многие из них вообще телевизор не смотрят. Они живут в своем мире. Ну, я думаю, все-таки смотрят. Современные-то люди, особенно у нас, они в каком-то там... Ну, короче говоря, я с вами согласен, что давать какой-то выход и давать возможность, потому что вы не игру, зорницу ему предложите. Естественно, я же сказал, что я предлагаю. А вы ему предложите что-нибудь посерьезнее. Ну, на самом деле, это все гипотетически характерно. Это я немножко провоцирую. Естественно, они ничему не призывают. Потому что 12-14-летний подросток уже четко знает, что он хочет, чего его раздирает. Ну, кроме девочек, конечно, если, по-моему, про мальчиков говорить. И поэтому особых проблем-то тут нет. А вот вопрос. Вот вы же сказали, про мальчика все понятно, а вот девушки тоже идут в террористки. У них своя мотивация или точно такая же, как у мужчин? У них немножко своя мотивация. Потому что, ну, во-первых, лобные области, собственно говоря, возникли-то у женщин, как инструмент контроля за заботой о потомстве. А у кого больше в среднем лобные области? Они примерно одинаковые. Здесь нет никакого... Нет, 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 здесь особых разниц нет. Другое дело, что женщины используют их по-другому. Женщины используют лобные области по прямому предназначению. Для заботы о потомстве, где лежать с ними пить. Вот говорят, материнская забота. Да, пока там у суки растет щеночек, там инстинктивная забота. Но у человека этот щеночек растет там по 17, а сейчас там по 40 лет. И она продолжает его кормить, отрыгивая последние. И, конечно, это за счет лобных областей. И, извините, та же самая анорексия, отказ от пищи. У кого существует? Среди мужчин на тысячу женских случаев один у мужчин. А это с чем связано? С лобными областями. Да, с лобными областями. Делится пищей. Если она себе переходит некую границу. Дальше она преодолеть лобные области не может. А мы можем преодолеть, подрезав их острым ножичком. Тогда снимаются это известные опыты психохирургии. То есть, вот у женщин этого много. Но женщины используют лобные области. Они их ни хуже, ни меньше. Они такие же большие, такие же разницы. Они используют их для того, чтобы детей выращивать. Поэтому они а мужчинам в лобной области достались в качестве бесплатного приложения. Чтобы держать свои инстинкты. А мужчины использовать стали всяким безобразным образом. Например, видеокамеры придумывать. Или колесо. Это в общем безобразие. Или колесование. Ну, это не важно. Следующее производство. Но, собственно говоря, мужчины пользуются творчески. Это мужчины более творческие. Да, но это не благодаря особым мужскому удару. Потому что у лобной области возникшие у женщин оказались и у мужчин. Но у женщин они используются, а у мужчин нашли им применение. Создали огнестрельное оружие. Это сейчас уже несколько иное. Вы так и не ответили. Что привлекает молодых девушек? Женщины привлекают. В основном, для женщин все-таки самое главное, это репродуктивный успех. То есть дети. Так или иначе. Женщины могут пойти на любую жесточайшее ограничение собственных возможностей, свобод, чего угодно. Если в конце у них будет гарантированный репродуктивный успех. Женщины же идут на ограничение свободы полное. Таская два телефона и неотрывно сидя даже за машиной, даже утром и ночью и днем. И в туалете они непрерывно говорят. Почему? Они ограничение свободы. Потому что телефон около уха повышает вероятность репродуктивного успеха. И больше никакого смысла нет. Точно такая же история во всем остальном. Могут отказаться. Им говорят, поезжайте в зону терроризма, откажитесь от того 5-го, 10-го. У нас гарантирован будет муж. Или 2. Или 5. Неважно. Но у вас будет гарантированный муж, будет гарантированный репродуктивный репродуктивный успех. Ну что, здесь не гарантировано, что ли? Если девушке сегодня же вы не предложите в момент полового созревания вот эту гарантию, то у вас будет проблема. Вы ничего не объясните. Для девушек и вообще для людей завтрашнего нет, как правило. Завтрашнего дня не существует. Для животных, в большинстве своих, завтрашнего не существует. Включите телевизор, и вы увидите результаты деятельности тех, кто так думает. Ими заполнены все новости, все катастрофы. Религия предлагает завтра, вечер. Религия предлагает... Любая религиозность – это потенциальный конфликт. Потому что, чтоб не говорили религиозные руководители, раздел мира на религии – это скрытый конфликт. Хотим продолжать его, давайте ориентироваться на это. Ну, в общем, лично сейчас не о том. Я говорил о том, что религия предлагает систему ценностей, позволяющую думать о завтрашнем дне. Ну, хорошо, вернемся к нашим проблемам, к проблемам терроризма. Есть ли у вас еще что-то, потому что эфир, в принципе, постепенно заканчивается, что-то важное, что вы сказали? Вот о девушках вы сказали, о мужчинах вы сказали. Может быть, что-то дополнительное вы можете рассказать нам из конструкции мозга, которая бы помогала понять проблему терроризма, кроме лобных долей? Да нет, но кроме лобных долей проблема-то заключается в том, что я как начал с этого, то, что у человека двойственность сознания вечная, то есть биологическая и социальная благоприобретенная. Конечно, если у вас в благоприобретенное, в социальное погружается от среды, от образования, от школы, от института, у нас долго происходит вот эта система запечатления, как у животных, запечатления социальных инстинктов. Именно поэтому, если человек не оказывается в мире людей, они обычно не просто инвалиды, они умирают, они ведут животные образ жизни, когда их возвращают, они погибают. То есть у нас социальные инстинкты, они инстинкты, то есть они не уничтожаемые, не убиваемые, они навсегда остаются. И, конечно, нужно создавать среду, в которой в человеческом обществе, в социальных условиях создаются вот эти самые социальные инстинкты. То, о чем сейчас все кричат. Где наше воспитание? Только они заходят не с той стороны. Но они заходят, все стороны. Первая идет уравниловка полная, что исключено абсолютно, и делает бесполезным такие мероприятия. Потому что они уравнивают всех, а школьники смотрят, что вот этот вот мерзавец-негодяй Бабуин, он эффективнее, чем я. И это сводит на нет любые попытки принудительной социализации и гуманизации сообщества. То есть это для разных людей разное. И здесь нужно тратиться на это, а не заниматься уравниловкой. То есть это первое, социальные инстинкты. Во-вторых, есть размеры соотношения, собственно говоря, нашего поведения, животное и человеческое, упростив до предела. Оно базируется на балансе двух структурных элементов. То есть коры нашей и базальных структур мозга, доставшихся нам от архаичных млекопитающих. И вот этот баланс очень сложный. Несмотря на то, что у нас кора, покрытая бороздами и извильными, огромная. А вот эти базальные структуры очень небольшие, там меньше 10%. Но у них там есть гормоны, половое поведение, пищевое поведение, гормональный контроль, доминантность и прочее. Они обладают колоссальными возможностями. И если мы в социальной среде человеческой не будем искусственно создавать преимущество вот этого критикального человеческого мышления, рассудочного, то мы никогда не справимся с этой подкорковой системой. У нее, у этой подкорковой системы, которая делает из нас животных, миллионы лет биологической эволюции. Фора. Фора. А мы должны прикладывать колоссальные усилия к тому, чтобы ее хотя бы уравновесить. Чтобы быть человеком. Да, чтобы хотя бы уравновесить. И последний вопрос. Вот вы говорите, что социальные инстинкты путем запечатления потом не выбиваются. Я задам чисто дилетантский вопрос. Я не знаю, не разбираюсь в этом совершенно. Так что уж не обижайтесь. Может быть, это будет выглядеть некорректно с научной точки зрения. А что в голове? Меняется что-то, когда человек получает какой-то социальный инстинкт? У него какие-то появляются химические цепочки или что? Почему не выбиваются? Память вся структурная. В этом-то все дело. Что никакой биохимической памяти в понимании такого научного его не существует. Ну, а если бы у нас биохимическая память была, впрыснули бы в мозг некий набор белков. Ну, это, знаете, удел совершенно людей, скажем так, от науки. Есть в науке такие чудаки, мягко говоря. Но это идиотизм, поэтому я обсуждать это не буду. У нас вся память построена очень простым способом. У нас в Каре, например, 11-12 миллиардов нейронов. Каждый имеет 100 тысяч связей в среднем. И память – это вот эти контакты между нейронами, по которым бегает сигнал. Эти связи образуются... Да, электрохимический. Электрический – это когда мышцы сокращаются. Понял, понял. А там нам намного сложнее. Там огромное количество переменных, они будут углубляться. Значит, пока этот сигнал бегает определенный, у вас это в памяти хранится. Она называется долговременная память. Тот сигнал, который вы получили в сей момент, он по старым каналам начал бегать. Он не жизнеспособен, слишком дорого обходится. И он, если вы не будете повторять, быстро забудется. Так устроена наша память. Но когда человек растет, и то, что мы говорим, запечатление социальных инстинктов, как раз детство – это время, когда вот такие постоянные связи быстро нарастают, быстро образуются. И вы подсовываете ему что-нибудь такое замечательное, типа «кацапы-негодяи». И он запечатлевает. Это бегает потом по голове. И это остается навсегда. И он может имитировать, что он изменился, но он никогда не изменится. То есть, и Майдан тоже имеет своим ключом то, что вы говорите. Европа это все проходила. Европа, как там произошла какая-то революция, а не быстренько французская, достижение Франции. Да, это чудовищная революция. Построили трехэтажные виселицы, чтобы 600 человек вешать за раз. Раз быстренько всех перевешали. Ну и новая революция. Кстати, вы знаете, вы мне сказали про каннибализм и сейчас про французскую революцию. А ведь там были массовые случаи именно каннибализма. Это нормально, это совсем недавно человечество этим всем практиковало. Просто это умопомрачение социальное. Но современный такой проход через систему гуманистических идеалов, он, собственно, приготовил сегодняшний, такой достаточно зверский искусственный отбор, который мы видим в телевизоре. Когда читаешь про французскую революцию, что люди к отрубленным головам подходили, смачивали тряпку кровью, а потом эту тряпку жевали, то есть сейчас начинаешь думать, люди ли это, и это в культурнейшем Париже. Ну так нормально, они добились своего, сейчас они перешли в другую фазу, теперь они сами будут как бы кормом для новых популяций, которые туда инфильтруются. Ну что же, на этой ноте мы будем завершать эфир. Насколько она хороша или плоха, это уж решать нашим зрителям, но, по крайней мере, она правдива, правильно? Ну, насколько я могу судить, насколько хватает моей квалификации. Большое спасибо вам, Сергей Вячеславович. Надеюсь, вы к нам еще придете и расскажете подробности, может быть, продолжение. В студии был профессор Сергей Вячеславович Савельев, ведущий Дионис Коптарь.